Всем привет дорогие друзья! С вами Маракаси и так сегодня я хотел бы показать вам просто великолепнейший бой на кранвагоне на карте линии Зигфреда и сегодня также расскажу вам самые свежие самые интересные новости мира танков так что присаживайтесь поудобнее будет весьма даже интересно а вот и победители прошлого розыгрыша ребят сейчас я увеличил призы до двух штук видео и значит у вас в два раза больше шансов выиграть все для вас сделаю все для того чтобы вам было комфортнее и интереснее и приятнее смотреть видео ну и давайте приступим ВГ вдруг внезапно добавляет в микропатчи 3D стиль для танка Т-78 вот совсем скоро вы сможете увидеть скриншоты этого танка вместе с этим 3D стилем ну 3D стиль весьма такой патриотичный ну для американцев по крайней мере то есть у него на лбу и по бортам американский как бы флаг и в принципе наверное те кто любит американские танки те наверное обрадуются но вообще это немножечко странно что ВГ вдруг добавляет внезапно совершенно 3D стиль при этом раньше этот танк ну он был известен если вы смотрите мое видео то вы наверняка о нем слышали но вот внезапно добавляет 3D стиль и мне кажется что что-то это дозначит то есть мне кажется что этот танк можно будет получить или в каком-то мини марафоне или в каком-то ивенте в принципе в августе ВГ планирует там много разнообразных ивентов и кто знает возможно это один из призов которые можно будет получить или это какой-то мини летний марафон чтобы немножечко поднять активность пока что точно неизвестно скажу честно также вы можете видеть ТТХ этого танка он весьма неплох то есть у него альфа 240 у него пробитие неплохое 160 221 на голде ну пушка такая типичная от хеллкэта но при этом тут хорошая динамика 21,86 лошадиных сил на тонну грузовооруженность и максимальная скорость 55 километров брони естественно абсолютно никакой нету он практически картон тут колобашни 76 миллиметров 25 миллиметров во лбу корпуса ну КВ-2 наверняка будет рад если этот танк подставится под его фугасик но в любом случае танк неплохой по ТТХ и посмотрим что будут дальше ВГ делать сразу же как они начнут что-то там ну вытворять я вам сообщу то есть они могут там нерфить его ну или апать или еще что-то делать так что сразу же вы узнаете первыми если подписаны на канал конечно же и поставили колокольчик но также у меня для вас еще одна весьма любопытная новость ВГ ну наконец-таки сообщили какие будут призы за Твич Прайм в июле и дают еще одного члена экипажа у которого кстати один глаз то есть у него такая повязка как пиратская вот сейчас вы можете видеть его на своих экранах это у нас британский член экипажа зовут его Харальд Нельсон Скотт ну вернее Гаральд наверное правильно ну и собственно это неплохой член экипажа это командир Великобритании у которого аж три перка это очень даже неплохо новый эксклюзивный совершенно член экипажа то есть вы его нигде больше не сможете получить лично я ребят обожаю собирать вот этих вот членов экипажа всегда их коллекционирую и использую то есть это не просто для красоты все-таки у них три перка и я могу сказать что действительно их можно использовать весьма эффективно особенно если у вас там не сверх прокачанный аккаунт и не очень много так скажем всякой техники в ангаре и всяких членов экипажа так что я крайне рекомендую вам воспользоваться в июле твич прайм пока что получить вот этого вот командир не получится потому что еще июль не наступил еще июньские призы вы можете получить если не получили для этого нужно подключить твич прайм к собственно ну к аккаунту ну для этого есть два способа или самому копаться в твич прайме я просто не могу тут объяснить все тягости которые вы испытаете или же просто покупать готовый уже твич прайм то есть кто-то за вас там копался все это сделал вы только его привязываете там рублей это примерно сто но это я не говорю что нужно обязательно так делать я просто информации сообщаю вам а тот скажет Kingman ааааа ты у меня убиваешь сто рублей obeемые последние я роллтон хотел купить а ты сволочь такая донаты собираешь это работник вега скрытый ну нет ребята и по фигу будете вы это покупать или нет если честно я просто общаю что весьма неплохо что это можно вообще на халяву получить но и это еще не все Дело в том, что ВГ сообщили о том, что можно будет получить еще, ко всему прочему, два премиум танка Естественно, так как набор британский на 100%, можно будет получить танка Центрион По-моему, Центрион МК-5.1 РАК То есть, если вы знаете такой танк, я знаю, он не плохой, он не имба Он такой вот себе на любителя Но я могу сказать, что все равно можно его получить Можно его, ну так, использовать, фармить на нем, особенно если у вас мало премиум танков А какой второй премиум танк будет, неизвестно Скорее всего, это будет какой-то премиум танк 6 уровня Может быть, кроме Вильбэ, может быть, АСИ-4 Экспериментал Может быть, Шерман-ВСИ-Файрфлай Или, может быть, даже Ток-2 Да, такое тоже не исключено, но это будет смешно И вряд ли, если честно, что Ток-2 будет Потому что Ток-2, ну, такое себе сейчас Гуано Ну и это еще не все подарки Можно будет получить эмблему Fire Five O'Clock Неисторичная эмблема Техническая цена 50 золота Продать ее, естественно, как за серебро, так за золото нельзя будет Хотя многие, наверное, продали бы Хотя 50 золота, что это такое У меня и то в розыгрыше можно выиграть гораздо больше Эмблема, выдаваемая участником акции Прямой эфир Медаль Правь Британия Обновили, наконец-то Медаль, выдаваемая участником акции Прямой эфир Боевые задачи Также пока что неизвестно, какие именно Конкретные Мы поговорим в июле об этом Боевые задачи На X5 Опыта Снаряжение И кое-что иное О котором еще пока что тоже неизвестно Но в целом весьма неплохо Считаю я На мой взгляд Twitch Prime Это то, что Ну, стоит брать Даже вот я Не очень часто играю Но Вот эти вот Экипаж Он всегда Может пригодиться И также ВГ обновили Дизайн личного кабинета Наконец-таки Хотя Прям особо Ну Это не требовалось Но так Для красоты Сойдет Возможно Будут понемножечку Дизайн сайта Меня, честно говоря Мне дизайн сайта ВГ не очень нравится Он неудобный Если честно Раньше удобнее было Гораздо Ну и также В этом личном кабинете Будет удобнее Просматривать В общем-то Данные своей карты Ну там Варгейминговской Если вдруг у вас Такая имеется Ну и кстати Собрал для вас Все премиум танки Которые сейчас Есть на супертесте Которые вполне Вероятно До конца года Выйдут в игре World of Tanks Например Танк М4А1 FL10 Это тоже Шестой уровень Что довольно Еще странно Если для него Выйдет скоро Камуфляж То это точно Что-то будет означать Также Вот такой вот танк Как FV1066 Синлак Это собственно Новая ветка ЛТ скорее всего Будет И это прям танк Танк Для этой ветки А также ТС-116 Этот танк Добавлен В этом уже патче Ну он уже давно Как бы Светился Но конкретно В этом патче Его прям в игру Добавили И скорее всего Его подарят На какое-либо Событие Это всего лишь Третий уровень Ничего Особого Такого Но тем не менее Кто-то возможно Любит Подарочные Танки Далее У нас Такой танк Как А-43 БП Прототип Это у нас Шестой уровень Британский Тяжелый танк Похожий На Черчилля И Блэк Принца Одновременно Такой Внебрачный Сын их И собственно Тоже Для чего-то Танк Это делает Тоже Шестой уровень Также Такой вот Танк Как ВК 7501 К Сейчас На супертесте Тестируется На такой Мощный Тяжелый Немецкий Танк Который Выглядит Весьма Даже Неплохо ПТТХ Есть еще И другие Разнообразные Танки Такие Как Например Объект 777 Вариант 2 Это вообще Девятый Уровень На данный Момент Вообще Неизвестно Для чего Этот танк Добавляется ТВП Т27 Еще Один Прим Танк У которого И вот Насчет Этого Прим Танка Я практически Уверен Что это Будет Марафон Но могу Конечно И ошибаться Но все Говорит В общем То о том Что будет Марафон Есть еще Такой Танк Т54 Е2 Это новый Американец Восьмого Уровня Хотя Раньше Давным Давно Этот танк На девятом Уровне Был Но Собственно Его Переделали Под восьмой Уровень Для чего То Он тоже Сейчас Тестируется Возможно Для новой Эфериальной Программы А может быть И нет Напишите В комментариях Что вы думаете Не забывайте Оценивать Видео Также Ну Небольшая Просьба Для тех Кто Ну Хочет Помочь Каналу Лайкайте Другие Комментарии Вообще Любые Комментарии Просто Есть такая Вот Некоторая Инфа О том Что Ютуб Очень Хорошо Воспринимает Если Какие-то Комментарии Лайкаются То есть Не свой Комментарий Ну Свой Эти почаще Просто Будет Такая Вот Помощь Каналу Ну Возможно И Действительно Это Поможет Продвинуть Видео На этом Все До Скорых Встреч Пока